Приветствую вас. Мне кажется, что вы немножко недооцениваете важность проблемы и немножко не понимаете её масштабов. Понимаете, ваш муж почему-то ушёл. Он почему-то ушёл. Его что-то не устраивало, что-то не удовлетворяло, что-то не нравилось. Он почему-то ушёл. И вне зависимости от того, готовы ли вы его, например, сейчас принять, допустим, вне зависимости от этого, вне зависимости от того, готовы ли вы его принять или нет. Если не будет разобрано, почему он ушёл, что ему, грубо говоря, не нравилось. Если вы сами для себя не выясните этот момент и не построите своё поведение заново, да? Кто-то не скорректирует его, чтобы, ну, чтобы мужчина был удовлетворён, чтобы не было того, что было ранее. Что всё это не имеет смысла. По факту. По факту. Всё это абсолютно не имеет смысла. Потому что вы его вернёте, допустим. А-а-а-а. Проблема останется. И... Никому не будет от этого лучше. Не вам. А-а-а. Не мужчина. Никому. Понимаете? Какая штука. Поэтому... Это первый момент. Это первый момент. На который вам нужно застрить своё внимание. Дальше. Готовы ли вы... Сами... А... Его принять? То есть, вот, именно вы... Именно вы... Сами... А... Готовы ли... Человека принять? Обратно. После... Того, как... Он... Ушёл. Понимаете? Вот, как бы... Это... Тоже... Очень важная история. Готовы ли вы. То есть, как бы... Человек ушёл. Да, человек... Условно говоря, сделал... Выбор. Да, он сделал выбор. И... Где гарантия? Что он... Ну... К примеру... Вернувшись к вам, да? Опять не уйдёшь. Нет? Такой гарантии. О чём я... И... Пытаюсь... Вам сказать... Сейчас. О чём я и пытаюсь... О чём я и пытаюсь... Хватит нанести её. То есть... Непонятно, на каких основаниях... Вы готовы его принять. Далее. Вы пишите. Со мной напрямую боится общаться. Но общается с нашей 13-летней дочерью. Стел активно предлагает через неё свою помощь. А она... Делает покупки... Покупки. Само по себе... Такое... Поведение может... Свидетельствовать только о том, что человек... Чувствует себя... Обязанным... Должным... Вам. Но не более того. Это не обязательно такая история, что он именно хочет вернуться... К вам. Может быть он... Чувствует... Вину... Как бы... Понимаете? Какая стука. Перед вами. Так что этот момент... Ага. И исключать... Не стоит. В любом... Слушай... Ну, а... То, что касается его действий, да? То есть, по какому... Как поведению мужа понять... Что он хочет вернуться, да? А... Никак... Нам неизвестно, что человек... А... Вкладывает... В... Вот... А... В то, что... Ну, в то, что... Он делает сейчас. Он делает сейчас. А... Понимаете? Надо... А... Подробнее... Что он хочет... Поисследовать... Вашего мужа... Получить его психологический портрет... Затем уже можно будет... Говорить... О том... что значит его поведение. Вот так, я думаю. Так что, не предлагайте бутных надежд, ну и позволяйте ему сделать то, что хотите. И самое главное, помните, что на то, что у вас произошел разрыв, были причины, были основания, были факторы. Вот. Хотим сказать штуку. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду нас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.